Девушки отдыхают 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 Это инициативы, которые представляют взаимный интерес. Мы в постоянном режиме находимся, в постоянном контакте. Спасибо вам за добрые слова. Мы дали обещания. У нас и министр транспорта, руководитель таможенной службы, коллеги Алексею Логовичу все очень серьезно отнеслись. Мы вообще относимся серьезно ко всем своим обещаниям и их исполняем. То, что касается других инициатив, мы с вами поступательно наращиваем взаимодействие в сфере энергетики, в мирном атоме, в горнорудной промышленности, в транспортной логистике. Есть целый ряд проектов в высоких технологиях, в цифре. И хотел бы отметить, что очень хорошее, мне кажется, влияние на общее экономическое развитие имеют наши бизнес-миссии, которые регулярно приезжают, в том числе в Армению. Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития. Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах, в взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры. В гуманитарной сфере мы также активно работаем. Есть большой интерес в Армении, традиционно, кстати, к получению российского высшего образования. Более 5000 студентов армянских учатся сегодня в институтах и университетах России. Здесь мы продолжим оказывать содействие в повышении качества преподавания русского языка в Армении. Здесь я хотел бы вас, уважаемый Николай Иванович, поблагодарить. Вы на встрече с Владимиром Путином подробно обсуждали, в том числе и все элементы, которые связаны с улучшением и качеством преподавания, с возможностью строительства новых школ. И здесь мы также рады тому, что регулярно в России проходит стажировку преподавателей русского языка из Армении. До конца года мы также поставим около 50 тысяч учебников, мы об этом как раз с вами говорили, вы с президентом об этом говорили, для всех школ в республике. Последовательно мы выступаем за разблокирование экономических транспортных и логистических связей в Загавказе и в соответствии с договоренностями трех лидеров России, Армении и Азербайджана. Убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона, ну и укрепит контакты между людьми, которые здесь проживают. Уважаемый Николай Воваевич, у нас насыщенная совместная повестка, предлагаю к ней перейти. Спасибо за внимание.